Как и где искать товары для работы по дропшиппингу? И сегодня вы узнаете ответ на этот вопрос, и этот сервис подойдет тем, кто занимается дропшиппингом на различных сайтах, в том числе на Shopify, на eBay и любых других движках, на которых можно размещать свои товары, естественно продавать их, ну или перепродавать. Для тех, кто не в курсе, дропшиппинг это система, когда мы продаем товар, при этом не закупаем его заранее, как это делается в оптовых закупках, а мы сначала размещаем его на своем сайте, либо на сервисе каком-то на площадке. После того, как получаем заказ, мы идем к нашему поставщику, и поставщик занимается отправкой товара до клиента. На эту мысль меня подтолкнули ребята, которые обучаются у меня в данный момент на курсе по Shopify, и у многих из них возникла следующая проблема. Дело в том, что в одном из видео выше, ссылка сейчас появится, я рассказывал о том, как искать поставщика на Alibaba. И как это делается для того, чтобы работать с поставщиком с Alibaba, не с Aliexpress, а с Alibaba, по дропшиппингу, потому что там дешевле цены, чем с Aliexpress. У многих возникла ситуация такая, что не удается наладить контакт с поставщиком. Соответственно, некоторые поставщики требуют для того, чтобы сделать какую-то минимальную закупку, минимально 50 штук, 100 штук, для того, чтобы более серьезно проявить себя в отношениях. Такая ситуация не у всех, кто-то находит себе поставщика на Alibaba, но у большинства это не удается сделать, потому что нужна определенная выдержка, и не под все товары можно найти поставщика. Для многих выходом будет сервис, который я сейчас покажу, и это даже не Aliexpress, потому что на Aliexpress такая заезженная тема, такое ощущение, что туда идут все просто-напросто. А сейчас я покажу сервис, который позволит вам находить товары, который позволит вам в некотором смысле автоматизировать их. Если вы знаете, что такое Oberlo и знаете, как работать с Aliexpress, то это будет нечто подобным образом происходить. Но также я рекомендую не просто заниматься постоянно дропшиппингом, а все-таки начать с дропшиппинга, дойти до определенного уровня продаж, ну хотя бы 100-200 штук сделать, и после этого перейти в оптовые закупки. То есть дропшиппинг это такая система, которая позволит вам быстро протестировать товар, не закупая заранее товар, и соответственно вы не будете рисковать своими деньгами, а сделайте старт своего бизнеса с какой-то небольшой суммой, сможете попробовать себя в продажах, а если не получится, ну хотя бы у вас не будет лежать партия товара где-нибудь в углу комнаты. Итак, вы сегодня узнаете, как пользоваться данным сервисом, как подключить свои магазины, как создать карточку, то есть допустим вы захотите какую-то вариацию сделать, потому что на сервисе будут одни товары показаны, вы захотите какие-то другие фотографии загрузить, другое название сделать, и чтобы это все было правильно синхронизировано, ничего не отваливалось. Как добавить товар в корзину, как сделать оплату, как загрузить готовый список товаров и как сделать ручной заказ, ну когда вы сами прописываете свои данные. Первым делом вам нужно будет пройти регистрацию на сервисе CJ Dropshipping, ссылка будет под этим видео, переходим на мой экран и справа вверху будет кнопка Register. Вы указываете свой e-mail, после успешной регистрации нажимаете Skip Now, пропустить это все дело, в аккаунт у вас уже залогинено, прошли регистрацию, нужно подключить магазин. Как это делается? Вы заходите в свой аккаунт MyCG, слева у вас будет Authorization. Вы выбираете нужный вам сервис, ну например Shopify. Нажимаете добавить магазин, вводите адрес магазина и нажимаете Authorize. Тут в принципе все написано, вся инструкция вы просто переводите для того, чтобы вам проще было пройти. Да, и также есть туториал. То же самое вы можете сделать с любым другим сервисом, например на Etsy, либо на eBay, если вы работаете. Тоже подключить свой магазин. Следующий этап. То есть вы все подключили, ну вы можете для начала этого не делать, да, чтобы сразу не внедрять, возможно вы хотите найти товар. Тогда вы просто переходите на следующий шаг. Это первый вариант, я показал вам сейчас добавление магазина. Второй вариант, вы сразу на свой магазин Shopify ставите расширение CJ Dropshipping. И тогда магазин автоматически подключается. Зачем вам делать такое подключение? Для того, чтобы из вашего магазина, когда приходит заказ, этот заказ автоматически передавался со всеми данными покупателя, и товаром, и количеством товара, и того вариации, там какой-то цвет, размер покупатель выбрал в CJ Dropshipping. И дальше вам не приходилось вручную вбивать каждого покупателя его данные для того, чтобы провести заказ. Чтобы вы не тратили огромную тучу времени. Теперь, что касается самого поиска товара, да, какой вы же товар выбрать. Я рекомендую в своем обучении по Shopify, ссылка будет в описании этого урока, разного вида сервисов. То есть вы можете использовать и платные, и бесплатные. Вы можете через Facebook искать, через видео, через посты различного рода, через страницы конкурентов, через Shopify магазины. В том числе идеи на AliExpress, на Kickstarter, разные сервисы. И я это все подробно показываю. Но в данном случае, то есть вы можете воспользоваться любыми другими вариантами, найти себе какую-то идею. Возможно, эта идея у вас просто в голове. Либо вы можете сразу на CJ Dropshipping поискать себе продукт. Самое главное, это чтобы продукт был востребованный, он не был каким-то уже заезженным. И чтобы была хорошая маржинальность. Ну, например, представим ситуацию, что есть несколько вариантов просто. Вы можете поискать через поиск, вбиваете название, что вас интересует. Например, какая-то лампа, которую вы хотите найти. Ультрафиолетовая лампа для растений или что-нибудь подобное из товаров. Это, кстати, тоже хороший вариант, потому что, например, на Амазоне такие лампы, они допустимы только для тех продавцов на Амазон, которые торгуют, которые являются гражданами США. Соответственно, если у многих продавцов нет возможности торговать каким-то там ультразвуковыми, либо ультрафиолетовыми устройствами. То есть какие-то идеи вы можете взять из топовых продаж на Амазоне, например. Прописывайте здесь название и ищите товар. Также я видел только что вкладку, допустим, топ-10 дропшиппинг-продуктов с высоким потенциалом. Какие-то товары, которые можно использовать, какие-то идеи. В любом случае вам нужно будет запускать, проверять, тестировать. И также есть категории товаров. Можно отсюда искать товары. Например, Health, Suncare, защита от солнца. Но она, конечно, сейчас не актуальна, это сезонный продукт. Но, тем не менее, можно посмотреть себе что-нибудь новое, интересное для продажи. К примеру, вы выбираете данный продукт, этот крем. Он вам понравился, вы думаете так, ну все, буду продавать его. Обязательно посмотрите, сколько это будет стоить. Обязательно посмотрите метод доставки и сроки доставки. Потому что сроки доставки могут повлиять на то, вообще будет в вашем магазине что-то продаваться или нет. Ставьте, как правило, самое быстрое. Если он очень дорогой, ну, можно и не ставить. Можно вообще тогда поменять продукт, возможно. Либо сделать тестирование, допустим, даже поставить супер дорогую доставку. Но понять, есть ли у вас продажи или нет. Если есть продажи, то заказать уже оптовую партию. Отправить ее в США на какой-нибудь склад. И в США сделать быструю доставку, гораздо быстрее, чем 8-15 дней. И, соответственно, дешевле вам выйдет в целом. И вы будете больше зарабатывать. Но, допустим, вы выбираете товар. Нажимаете лист. И здесь выбираете ship from, откуда идет отправка. Магазин, вариации, какие здесь могут присутствовать. Указываете цену, которая будет в вашем магазине. И что вам и не пришлось. В каждый товар ставить. Ну, допустим, будет много вариаций, там 10-20 штук. Вы можете сразу прописать массовые изменения. Допустим, вы хотите за 10 долларов продавать. Вы ставите и нажимаете ОК. Тогда на все товары сразу 10 долларов ставится. Куда идет? В основном доставка. Метод доставки. Время доставки в среднем. Стоимость доставки. И информация. Трек номер. Будет ли доступен или нет. Это, кстати, тоже очень важно. В случае, особенно если вам делают какие-то оплаты в ваш магазин. То вы сможете подтвердить, что по трек номеру товар уехал. Вы можете нажать List it now. Тогда вся информация, изображение, описание. Оно подтянется с CJ Dropshipping сразу на ваш сайт. И вам не нужно будет, по сути, ничего делать. Либо же вы нажимаете Edit before listing и меняете информацию, например, заголовок, теги, описание товара, изображение, вариации, которые вы хотите добавить и доставку. Если вы это делаете через CJ Dropshipping, нажимаете List it now, тогда у вас сразу происходит синхронизация с вашим магазином. Все туда перемещается. Все, что вы указали. И в случае, если клиент делает заказ, то автоматически этот заказ переходит в CJ Dropshipping. Сейчас я покажу, как его обрабатывать. Но перед тем, как это делать, хочу предупредить о том, что в случае, если вы добавили товар к себе на сайт, а потом на своем сайте, CJ Dropshipping перекинули товар на свой сайт, потом на своем сайте делаете какие-то изменения, ну, например, поменяли заголовок, либо фотографии, либо там еще что-то, описание какое-то, то нужно опять подключить товар. Потому что происходит раз синхронизация, он больше не понимает, что это за продукт, и нужно заново подключить. Сейчас тоже покажу, как это делается. Давайте для начала покажу вам, как подключить товар, который, допустим, сначала находится на вашем сайте, и вы увидели потом его на CJ Dropshipping, думаете, о, прикольно, как бы тут быстрее доставка, автоматизировано все, хотите его добавить, соединить с CJ Dropshipping. Вы заходите в свою админку аккаунта в CJ MyCJ, потом переходите в раздел Products, выбираете Connection, здесь покажет список ваших товаров. Есть возможность автоматическое подключения, и когда у вас будет список товаров, допустим, с вашего магазина подтянется, вы тут просто можете нажать кнопку Connect, выбрать, какой товар нужно будет соединить, с каким, то есть какой товар выбрать на сайте, и с каким выбрать на CJ Dropshipping. Теперь, когда вы получите заказ на сайте, вам нужно зайти в свою админку, перейти в раздел Dropshipping Center, Imported Orders, здесь будет список ваших заказов. Также для тех, кто отправляет товар по Европе, обратите внимание на данное правило, нажимаете More, читаете его. Затем у вас будет список товаров здесь, вы на каждый, который хотите отправить, проставляете галочки, раз, два, три, нажимаете Add to Cart, и в итоге у вас высветится карта, ваша корзина, которые будут данные заказы, которые нужно будет отправить. То есть клиенты оформляют на вашем Shopify магазине, к примеру, или на eBay, список заказов, все эти заказы автоматически подтягиваются на CJ Dropshipping, вы отмечаете, что хотите отправить, и просто по сути оплачиваете. Оплаты, возможно, разными вариантами, там и PayPal, и Payoneer, и просто карточкой, то есть вариантов много, достаточно будет оплатить, после этого товар отправят, и все также автоматически подтягивается, например, по трек-номерам, чтобы вы не тратили кучу своего времени на какие-то ненужные действия, перекидывать заказы с одного магазина в другое, чтобы отправить покупателю. Теперь вернемся к ситуации, когда вы, к примеру, на своем сайте, либо на eBay, либо еще где-то поменяли заголовок, либо описание, и произошла рассинхронизация между CJ Dropshipping и вашим магазином. Возвращаете свою админку, заходите в раздел Dropshipping Center, Imported Orders, и сверху у вас есть Invalid Orders. Это те заказы, которые являются проблемными, CJ не понимает, в чем проблема, что это за товар вообще. Здесь у вас будут высвечиваться эти заказы, вы нажимаете на них Connect, вас автоматически перекинет в раздел Connection, вы подключите опять-таки, то есть сделаете переподключение заново тех продуктов, которые не подключены еще, по которым произошла ошибка, нажмете кнопку Batch Update Orders, и эти заказы перейдут в раздел Orders. Теперь, если вы хотите сделать заказ вручную, откуда-то пришел заказ, вы думаете, ну ладно, один можно, там ничего не подключал еще, вы хотите просто самостоятельно кому-то его оформить. Заходите в раздел Dropshipping Center, Imported Orders, нажимаете кнопку Create Orders by Searching Product, но для того, что оно сработало, вам сначала сюда нужно добавить какой-нибудь товар из CJ Dropshipping. Например, вы выбрали товар, и здесь нужно нажать кнопку Add to SQL List, Confirm, ОК, обновляем страницу, он появился, и вы на этот товар теперь можете оформить заказ. Теперь справа у вас корзина, нажимаете на нее, нажимаете Next, вводите данные заказа, номер заказа, адрес, город, штат, телефон, метод доставки, кто получатель груза, это имя, фамилия человека, страна, индекс и отправка из, например, из США, со склада США. Нажимаете Confirm, то есть после заполнения данных, и переходите, соответственно, на то же оплате. Теперь, если вы хотите сделать какой-то массовый заказ, то есть это был ручной заказ, одной единицы, теперь, если вы хотите сделать массовый, тут есть кнопка Import Excel Orders, для начала качаете шаблон, нажимаете Download, открываете Excel шаблон, в него вносите заказы, там будет пример показан, как это делается, и после того, как вы внесли все заказы, как нужно по шаблону, вы загружаете шаблон, эту Excel таблицу в Upload. Затем проделаете то же самое действие, все в корзину кидаете, все это оформляете, оплачиваете, CJ Dropshipping отправляет товар, поставщики отправляют товар, ваша задача будет просто правильно это все соединить, найти нужные товары и, конечно же, делать продажу. Но, чтобы вы понимали, как это вся схема устроена, чтобы вы более подробно с ней разобрались, смотрите мое предыдущее видео, оно сейчас здесь должно появиться, о том, как полностью с нуля пошагово создать себе Shopify магазин, запустить рекламу, выбрать товары, найти поставщика и полностью запустить свой Dropshipping магазин.